привет моим подписчикам а также гостям моего канала наверное каждый из нас любит пиццу сегодня мы будем делать не просто пиццу а школьную пиццу на таком воздушном тесте которое вы еще не ели посмотрите насколько она мягкая и какое она воздушная такая мягкость сохранится и на второй день готовится это тесто очень просто не займет много времени а результат порадует каждого из нас для этого нам понадобится молоко и также горячая вода в обычное молоко даже если она из холодильника добавляем теплую воду смешиваем получается нужная температура для дрожжей добавляем сюда сахар дрожжи и 3 столовые ложки муки сахара я положила 2 столовые ложки перемешиваю и оставляю на 15 минут чтобы опара хорошо начала работать посмотрите какая шапочка образовалась у моей опары можно идти дальше теперь добавляем сюда соль растопленное сливочное масло и добавляем муку будем замешивать тесто поначалу я буду замешивать венчиком потом ложкой а далее уже руками пока тесто не будет нужной нам консистенции а и 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 когда вы замешали тесто далее добавим 2 столовые ложки подсолнечного масла и еще раз хорошо будем вымешивать наше тесто теперь оно уже так сильно не прилипает к рукам выкладываем ее любую форму накрываем пищевой пленкой и оставляем на час примерно тесто за это время уже должно подняться так скажем каждое время поднимания теста будет зависеть от температуры в помещении от того поставили вы в теплое место или нет какие у вас дрожжи посмотрите мое тесто уже поднялось мы приступаем к выпечке наших пицц тесто получилось очень воздушное уже сейчас видно насколько оно мягкое и эластичное еще раз припудриваем мукой стол и хорошо вымешиваем тесто чтобы оно не прилипало к рукам делаем пиццу абсолютно любого размера хотите маленький хотите большие можно раскатывать немного с помощью скалки либо просто формировать руками а Продолжение следует... Для смазывания наших пицц я буду использовать майонез и кетчуп в равном количестве. По желанию можно смазать просто майонезом, либо томатной пастой. Если вы делаете томатную пасту, по желанию добавьте немного соли и каких-нибудь сушеных трав. Тогда будет еще пицца еще вкуснее. Я не жалею соус и хорошо смазываю пиццу. Начинку можно использовать любую. Я буду использовать колбасу, грибы и сыр. Можно добавлять перец, либо какие-то маринованные огурчики. Да даже с рыбой можно готовить и с луком. В общем, каждый проявляет свою фантазию и то, какую начинку для пиццы он предпочитает. Засыпаю сыром. Убираю сейчас их в духовку на 180 градусов до готовности. Наша пицца готова. Она очень мягкая. От нее реально никто не сможет устоять. Это самое удачное тесто для любителей мягкого, нежного теста для пиццы. Если вы не любите вот эти вот слишком тонкие, либо слишком сухие, то эта пицца вам понравится. Напоминает она именно школьную. Посмотрите еще раз, какая она воздушная. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. С вами была Лена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok